Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня вот хочу закончить теоретический обзор темы посадки по два томата в одну лунку. Я уже рассказывала о том, как таким способом выращивать детерминантные сорта. Потом было видео про индетерминантные сорта. Кого интересует эта тема, все эти видео собраны у меня в плейлисте по два томата в одну лунку. И сегодня хочу закончить темой, какие все-таки сорта лучше не выращивать вот таким способом. Потому что будет очень-очень хлопотно. Я говорю лучше не выращивать, потому что я могла бы сказать нельзя выращивать, но так говорить нельзя. Потому что я считаю в огороде вообще нет запретов. И я вот эти сорта все-таки иногда выращиваю по два томата в одну лунку. Но я хочу вас предупредить, что это очень хлопотно, это очень сложно и отнимает много-много времени. Иногда хочется махнуть рукой и вообще ничего с ними не делать. Расскажу сейчас почему. Есть у нас такие сорта. Я вот если про индетерминантные говорила, что в один все белих пасынковать, убирать все пасынки. Вот про этот говорила, что два оставляем, остальное убираем. Но у нас ведь есть сорта томатов, у которых весь-весь урожай формируется именно на пасынках. Их мы не можем убрать. Вот опять применим веселую картинку вот такую, потому что схематически лучше видно, чем... Вот на пачке здесь написано. Сейчас я вам прочитаю. Так, соцветия. Так. Вот здесь даже почему-то не написано. Вот тут на пачке это очень странно, даже не написано, что... А, вот. Не требует подвязки и пасынкования. Но это выражение, я как считаю, даже немного не соответствует. Не требует подвязки. Как вам объяснить-то? Это вот могут люди понять, не требует подвязки и пасынкования. Люди могут понять, что можно пасынковать, а можно не пасынковать. Что возможно выращивать без пасынкования. Но именно вот такие сорта, как петруша, дамский пальчик, на них нужно было бы написать, нельзя пасынковать. Потому что некоторые неопытные огородники, новички, видят, что не требует. Но если есть время свободное, то можно и пропасынковать. И они убирают вот эти пасынки, которые из каждой пазухи появляются. И они лишают себя доброй половины урожая. Потому что, я уже говорила про петрушу, такой же вот сибирский пируэт, дамский пальчик, они все вот такие плоды у них вытянутой формы. И все-все плоды у них, основная часть формируется именно вот на этих дополнительных пасынках. Вот с петрушей, если его даже одного, ну один корень в лунку садить, и то он как бы растет больше вширь, чем ввысь. Я привязываю колышку, вбиваю рядом колышек и подвязываю. Его один раз подвяжешь, пасынок появляется, чуть-чуть упустишь. И он старается стремиться вот так вниз, как распуститься в ширину. Я его поднимаю, вот так привязываю, чтобы на земле-то не лежали, чтобы не было фитофторы, чтобы проветривалось все, когда вот он в коловой культуре. Я его сюда привязываю, он чуть-чуть порастет, и он опять вот так, как ивушка плакучая. Про дамские пальчики вообще говорить нечего. Дамские пальчики вот я последние годы выращиваю в грунтовом варианте. То есть, я показывала в прошлом году видео, высаживаю куст, и он вот так во все стороны, звездой, выпускает 5-6 пасынков, и на них уже вот эти вот сосисочки лежат, пальчики, и на них уже лежат эти пальчики. Если его привязать также вот в коловой культуре, я выращивала, пасынок появляется, он все равно стремится вот так и по земле вот так разложится, если он до земли достает. Его подвяжешь сюда и к земле. Вот поэтому, потому что они больше растут в ширину, а не в высоту. Высота здесь указана, сейчас я посмотрю, какая. Написано до 60 сантиметров. Но обычно он так и вырастает, 40-50, и пошел вот так расползаться. Вот эти сорта лучше не высаживать по два корня в одну лунку. Будут проблемы. Но я вначале как сказала, что я не говорю никогда нельзя высаживать, потому что я сама иногда сажу их, высаживаю по два корня в одну лунку, но при этом просто расстояние, если у этих расстояния они позволяют 10-15 сантиметров, и они так вверх идут, стройно вот эти стволики, то этим я просто даю чуть-чуть больше расстояния, до 20-30 сантиметров. Просто я их сажу чуть-чуть ближе, и между ними одну опору, и стараюсь все эти косы сюда вот сгрести и связать. Но это очень сложно, борьба с ними будет продолжаться все лето, они будут стараться пасынки в разные стороны раскидывать. И если у вас, как всегда, для работающих, для занятых, хочу предостеречь, если у вас мало времени на уход, на обработку, они в теплице вам не дадут свободные минуты, это очень сложно вырастить, вот такие сорта, у которых урожай на пасынках, и пасынки у которых удалять нельзя, они обязательно будут распушаться, загущаться, они и так такие, как раскидистые, если их еще вместе в одну лунку посадить, то будет проблематично. Но высадить все равно можно, я высаживаю. Но высаживаю для чего? Просто несколько кустиков для получения раннего урожая, чтобы чуть-чуть пораньше. Вот в этом году я пальчиков всего 4 хочу высадить, и петруши штуки 4 или 6. С большим количеством мне не справиться, несмотря на то, что у меня и опыт, я знаю, как с ними бороться, как их усмирять, но это очень сложно. Вот как раз в тот самый жаркий период, когда сложно в теплице работать, приходится заходить и бороться с их пасынками, то есть вот эти все веточки поднимать, даже каждую отдельно, я вот привязываю веревочку, вот так вот поднимаю ее одну, потом другую, чтобы они вверх были, но они даже если конец остается, он все равно пытается опять вниз. Все, вот это финальное видео, рассказала я про те сорта, которые лучше, с которыми не связываться, если вы начинающий, лучше высадите их где-то в открытом грунте, где места много, оставьте расстояние для того, чтобы они свои распустили, вот эти вот лапки. В конце хочу я как подытожить, что высаживать по два томата в одну лунку, это удобно, конечно, мы экономим место, я вот еще экономлю колышки, представьте, у меня больше тысячи корней, или каждому кол ставить, тысячу кольев, или всего 500 колышков можно обойтись, потом, ну даже кто и на шпалере выращивает, сколько ниток, можно, например, соединить и там в одну нитку крутить, но я не знаю, как на шпалере выращивают, не буду врать, главное, что это экономия места, это если мы вот в случае с детерминантными, если мы, например, тут окорачиваем, первые кисти пораньше будут, это и получение раннего урожая, преимуществ много, но пока вы сами не попробуете, никогда вы как не поймете, подходит вам этот способ или нет, все, что касается всяких новых методов выращивания для вас, пробуйте, экспериментируйте, но я сразу скажу, что не все методы вам подойдут, не все методы понравятся, кто-то расхваливает этот метод, а кто-то, например, из-за повышенного ухода, из-за большого количества времени, которое нужно уделять, отказывается от этого метода, проще по старинке, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, пробуйте, выращивайте, но вот такие вот сорта, как петруша, дамский пальчик, их очень много, все, которые нужно ввести в 3, в 4, есть даже в 5 стволов написано, что формируем в 5 стволов, эти сорта лучше не высаживать по 2 в 1 лунку, до свидания.